И не надо никого пугать, не страшно совсем. Мы меролюбивое государство и хотим сотрудничать со всеми нашими соседями и со всеми нашими партнерами. Но если кто-то считает, что можно прийти и убивать нас, и что наше место на кладбище, то эти люди должны задуматься о последствиях такой политики. Давайте вспомним хотя бы, как шло интервью маленькой девочки, 12-летней, и ее тети, которые проживают, так я понял, в Соединенных Штатах, и которая была свидетельницей событий в Южной Осетии, как на одном из крупнейших каналов Fox News, ее постоянно перебивал ведущий. Он ее постоянно перебивал. Как ему только не понравилось, что она говорит, начал ее перебивать, кашлять, хрипеть, скрипеть. Ему осталось только в штаны наложить, но сделать так выразительно, чтобы они замолчали. Вот единственное, что он не сделал. Но фигурально выражаясь, он был именно в таком состоянии. Но разве это честная, объективная подача информации? Разве это информирование населения своей собственной страны? Нет, это дезинформация. Возвращаясь к слухам о некой военной угрозе со стороны России, Путин дал понять, что достаточно оглядеться вокруг, и все встанет на свои места. У нас какой выбор? С одной стороны, мы что, должны позволить себя убивать, но за это сохраняться, скажем, в восьмерке. А кто будет сохраняться в восьмерке, если всех нас убьют? Вот вы говорили об угрозе, возможной угрозе со стороны России. Мы с вами здесь сидим, сейчас беседуем, мирно, в городе Сочи. В нескольких сотнях километрах отсюда подошли американские боевые корабли с ракетным вооружением на борту, дальность действия которых как раз несколько сот километров. Это же не наши корабли пришли к вашим берегам, а ваши пришли к нашим. Мы не хотим никаких осложнений, мы не хотим ни с кем ругаться, не хотим ни с кем воевать, мы хотим нормального сотрудничества и уважительного отношения к нам, к нашим интересам. Это разве много? Значит, вы говорите о восьмерке. Но в сегодняшнем виде восьмерка уже неполноценная организация. Ведь без приглашения Китайской Народной Республики или Индии, без влияния на, без совета с ними, без влияния на их решения, невозможно себе представить нормальное развитие мировой экономики. А борьба, скажем, с наркотиками, с распространением инфекционных заболеваний, борьба с терроризмом, нераспространенческая тематика. Ну, хорошо, если кто-то хочет это совсем делать без России, насколько будет эффективна эта работа?